Память о наших предках священна, а потому торжественная часть мероприятия ко Дню Независимости началась на площади Свободы у памятника, установленного в 1965 году в честь войск Первого Белорусского фронта, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня тот знаменательный день, когда брещане с самого утра пришли почтить память тех, кто смело вступал в бой с врагом, чтобы над нами было мирное небо, боролся за счастливое будущее земляков, не подал духом и до последнего верил, что победные залпы салюта прогремят над великой страной. Несмотря на почтенный возраст, в такие дни ветераны всегда при параде, в такие моменты они как будто вновь и вновь переживают события далеких дней. Дух, также собственно, гражданина, это защита отечества. То, что 75 лет нет войны и что наше государство празднует 75 лет освобождения, это величайший праздник и величайшая заслуга тех людей, которые защищали, и те, кто погибли, отдали свои жизни, мы должны, конечно, всегда помнить и делать все необходимое, чтобы не допустить никогда такого страшного, такой страшной войны, как Великая Отечественная война. К сожалению, на торжественных мероприятиях, посвященных славной дате, с каждым годом все меньше очевидцев событий 41-45-х годов. Больно представлять, что буквально за считанные годы не останется ни одного человека, которому можно отдать дань уважения еще при жизни. А потому представители администрации города, члены общественных объединений, организации, депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и духовенства уделяют большое внимание живым свидетелям и уже по традиции возлагают цветы на бетонные плиты обелиска. Белоруссия, она богатейший, имеет богатейшую историю. Белорусский народ заслужил того, чтобы весь мир его уважал, чтобы весь мир помнил эти боевые заслуги, этот труд, эту кровь, эти гибели людей. Поэтому этот праздник знаменательный. Мемориал «Брестская крепость-герой» – символ мужества. Ежегодно в главный государственный праздник страны сюда приходят тысячи человек. В длинной колонии плечом к плечу участники памятного мероприятия прошли к вечному огню и сегодня, чтобы поклониться стойкости, силе духа, храбрости и самоотверженности солдат Великой Победы. Испытания и трудности, ранения и болезни не смогли остановить советских солдат, не помешали отстоять Родину. И этот настрой сопротивляемости жизненным невзгодам они пронесли через всю жизнь. Наверное, поэтому и сегодня, несмотря на почтенные года, ветераны вместе со всеми в одном строю. Сегодня ни один из них не останется без внимания. В каждом городе, районе, населенном пункте им уделяется внимание как со стороны местных органов власти, так и со стороны организаций, предприятий, на которых они работали, со стороны молодежи. Ну и тем людям им уже в основном особо ничего не нужно. Им самое главное сегодня внимание, медицинское обслуживание нужно, потому что они, естественно, все уже в преклонном возрасте. И поэтому это и оказывает государство. Наряду с главными атрибутами государственности, конституцией, флагом, гербом и гимном, День независимости занимает важное место в жизни людей. Для молодежи символ памяти и гордости за то, что Беларусь стала сильной и процветающей страной. Хотелось бы пожелать всем мирного неба над головой, прежде всего, здоровья, чтобы у людей была работа, чтобы было спокойствие в нашей стране. Ну и у нас прекрасная страна, суверенная страна, поэтому мы должны гордиться своей страной, учить подрастающее поколение. Поэтому, как обычно, в праздник хочется пожелать всего самого доброго. День республики и традиции, значимая дата и повод сказать себе. В Беларуси есть чем гордиться, но главная гордость нации – люди. Трудолюбивые, искренние, люди с открытыми душами и сердцами.